всем привет сегодня мы будем с вами разговаривать о астральных путешествиях и так астральное путешествие частично путают с выходом души из тела когда выходит душа из тела это значит что все энергетические тела из тела вышли на какое-то время и потом они могут вернуться назад если какое-то энергетическое тело осталось тогда остановки сердце не будет если все тела вышли соответственно будет остановка сердца астральное путешествие это по определению понятно что выходит только астральное тело вместе сознанием есть прямые методы выхода есть у изоториков косвенные выходы или не прямой метод как еще называют что такое прямой метод это значит что когда вы засыпаете именно в этот момент вы пытаетесь выйти из физического тела когда вы выходите ваша шишковидная железа включается и начинает показывать вам какие-то образы обычных называют мультиками это включение шишковидной железы индикатор того что вы можете выйти но прямой метод достаточно сложен обычно говорят что надо выкатиться из тела попробовать своей призрачной рукой подвигать чтобы она вышла из физического тела и так далее когда вы таким образом выходите получается что вы выходите и становитесь рядом с физическим телом физическое тело имеет свойство затягивает свое энергетическое тело хоть какое вышло все равно если она рядом физическим происходит процесс затягивания соответственно когда вы выходите вам надо выходить подальше от себя вот если вы придумаете образ скажем парк дерево лавочка и я сижу на лавочке и вы уже практически чувствуете что вы сидите на лавочке но одновременно вы чувствуете что вы находитесь физическом теле на кровати лежите под одеялом вот это означает что ваше сознание разделилось и часть сознания находится там в парке на лавочке с частично вышедшим астральным телом а часть сознания находится физическим телом со всеми остальными телами не частью астрального тела обычные эзотерики почему-то этого не знают и если вы свое внимание направите на ту часть которая у вас сидит на лавочке дальше вы можете себя таким образом перетянуть и тогда астральное тело полностью выйдет с физического тела вы действительно окажетесь в парке либо если процесс не пошел тогда вы опять окажетесь полностью в теле это вот достаточно эффективный прямой метод есть не прямой метод тогда когда вы вспоминаете себя во сне но если вы вспоминаете себя во сне надо обладать свой сумме штирлица помните да что штирлиц говорил себе я просну через 30 он засыпал действительно проспался через 30 минут есть люди которые говорят я должен встать скажем в 7 часов утра и действительно без будильника встает 7 часов утра если у вас эти навыки есть значит вы и можете проснуться во сне если их нет нарабатывайте пожалуйста эти навыки сперва вспоминаю вспоминаете что вы должны просыпаться и просыпаетесь в определенное время а потом вы можете также вспоминать во сне что вы во сне и это сон и тогда вы выйдете астрально это очень хороший метод его надо применять а прямой метод применялся и описывался первый раз 150 лет назад тогда еще не было антибиотиков и люди болели достаточно часто достаточно продолжительное время еще тесла описывал что он болел 9 месяцев и не мог встать с постели 9 месяцев вы представляете вот себя сейчас лежащего постели 9 месяцев я честно говоря нет слава богу это означает что тело тесла было уже очень очень слабо и астральное тело могло выкатиться таким образом с физического только потому что физическое тело не держал астрально тогда астральное скорее идет за энергией сына выкатывается какое-то время пребывает вне пределах физического тела набирает энергии возвращаются с энергией обратно это тогда когда физическое тело уже не может принимать энергию болезнь сильно ослабило тело и все тут шо тут делать сейчас мы все применяем антибиотики и мы так долго не болеем поэтому прямые методы стали неэффективны косвенные достаточно эффективны какие методы применяю я я ориентируюсь на какой-то определенный объект и зацепляюсь на него такой метод я считаю более более эффективный чем все остальные почему посмотрите если кому-то требуется помощь в астральном плане либо на другом плане требуется помощь я иду как будто на маяк то есть когда человеку требуется помощь он излучает определенные вибрации и на эти вибрации если они совпадают с моими я их чувствую и по каналу иду к этому человеку и далее за него зацепляюсь в таком виде в астральном плане можно находиться достаточно долго это не будет две-три минуты как говорят люди про астральный план те которые занимаются фаз это может быть часы вы не все будете помнить потому что ваше сознание будет то очень ярким то чуть меркнуть то опять ярким это зависит от действий те которые происходят там у вас но такое возможно либо еще один метод возможен тогда когда кто-то с вами контактирует либо на астральном плане либо на физическом если на астральном плане например какая-то сущность вам пришла ваше подсознание будет выдергивать сознание и говорить взаимодействию вот к нам пришли разбирайся что происходит если вас будет на физическом плане естественно вы проснетесь на физическом плане например вас будет вставай на работу или там на учебу будет так так вот в астральном плане происходит то же самое как только с вами начинает взаимодействовать кто-то к вам пришел сразу же вы начинаете просыпаться в астральном плане это не очень хороший метод если к вам пришли обычно в астральном плане приходят в стиле напитаться от вас энергией естественно приходится защищаться лучше бы к вам и не приходили но такой метод есть тоже что можно сказать еще об астральных путешествиях мало кто знает как вообще весь процесс должен происходить шишковидная железа включается вы смотрите мультики своеобразные и далее вы выходите вот когда вы вышли тогда ваше физическое тело остается без движения есть люди сомнамбулы либо лунатики у которых этого процесса не происходит то есть тело не блокируется и тогда мы можем наблюдать как лунатик ходит во сне есть люди которые испытывают сонный паралич это такое состояние когда мы проснулись а пошевелить телом не можем это тоже сбой программы вы проснулись а ваше тело остается блокированным подсознанием и что здесь надо делать обычно очень много людей страдает сонным параличом и это считается что вот тогда вы можете выходить в астральные путешествия нет это просто сбой программы вам стоит заснуть еще раз хотя бы на секунду когда вы оказались такой ситуации что вы проснулись а тело не двигается и тогда процесс может сработать один раз не сработал второй раз он сработает и вы сможете двигаться вы сможете стать есть еще третий сбой они мало кто знает это тогда когда вам кажется что вы проснулись и какая-то часть органов не работает либо вы не двигаетесь либо вы не видите глазами либо вы не слышите либо все вместе то есть вы проснулись вместе вместе там темно вы ничего не чувствуете никого не слышите полная глухота и не можете ничего сказать люди обычно таких состояний пугаются на самом деле это значит что вы перешли в астральный план но органы чувств там не включились и люди обычно начинают как-то эмоционировать что-то что происходит я оглох я слеп и так далее на самом деле вам надо просто там во сне лечь и заснуть и вы проснете с вами будет все в порядке еще раз про сбой есть будет тогда когда тело не отключается при сне и тогда когда во сне мы прыгаем бегаем наше физическое тело тоже может как-то двигаться второе сбой это тогда когда тело не включается при просыпании вы не можете двигаться и третье когда в астральном плане органы чувств не работают вот три сбоя напишите пожалуйста в комментариях какие астральные путешествия вы испытывали или может быть вы спонтанно просыпались во сне напишите какие-нибудь интересные истории если они у вас были с кем вы контактировали на астральном плане напишите могли ли вы специально выходить в астральный план и сколько попыток надо произвести чтобы у вас получился хотя бы один выход и напишите что вы делали в астральном плане может быть путешествовали может быть с кем-то разговаривали например с вашим двойником либо вы действительно оказывали кому-то помощь я надеюсь видео понравилось и всем пока